Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы продолжаем нашу экскурсию в развитие мозга человека, которое уже начинает происходить после того, как человек родился. Всякое интересненькое происходит в это время, но основная проблема это в том, что человеческий мозг долгое время остается незрелым. То есть у нас на самом деле вынесенное наружное развитие, когда мама и папа заботятся о детёнышах. То есть это есть у всех животных, у которых мозг достаточно большой, то есть такого размера мозг, естественно, через родовые пути матери пройти не может, поэтому ему надо созревать вне утробы матери. Эти процессы идут очень неравномерно. Дело в том, что самые древние механизмы, ну какие надо? Я говорил об этом, о том, что в первую очередь надо зафиксироваться на любимой мамке, для того, чтобы не потерять источник пищи. Это раз. Во-вторых, нужно эту пищу получить, то есть поэтому тут же ручки начинают хватать, а носик начинает шевелиться. Что делает этот самый носик? Зачем он шевелится? Дело-то в том, что вот эти пипки, которые у новорожденных, они на самом деле чуть не основной сенсорный орган после рождения. В чём дело-то? Дело в том, что с помощью обоняния дети находят, собственно говоря, грудь матери и рефлекторно начинают сосать молоко. Ну, с этим связано много всяких историй, которых я частично рассказывал, которые не рассказывал. Они связаны с развитием нашей гигиены. Дело в том, что, как вы знаете, многим рекомендуют мыть грудь перед тем, как кормить ребёнка. Ну, и это дело дошло до такого градуса в Америке. Это же бизнес. Какая мама не хочет кормить детёныша чистой грудью? Ну, а не давай там туда всякие специальные улучшатели, химические агенты. В общем, стерилизуют грудь до абсолютной стерильности и пихают детёнышем. А детёныши не сосут молоко. Это тоже пошло на пользу бизнесу, потому что можно начинать тут же продавать препараты и разные наборы для искусственного вскармливания. Вы чувствуете, какая открывается перспектива? Сначала создаёшь проблему, а потом предлагаешь за хорошие деньги, конечно, потому что детей-то любят все. Её решение. Но довольно быстро, к нашему счастью, выяснилось, то есть не прошло и 10 лет, по-моему, что оказывается именно из-за того, что человеческие детёныши обладают очень хорошим обонянием, и именно благодаря ему они находят грудь матери, что мыть грудь перед кормлением не надо, иначе она не пахнет, особенно всякими специальными мылами. И детёныш не может найти и присосаться. То есть оказалась очень смешная история. То есть нужно кормить детёнышей грязной грудью, чтобы она пованивала. Тогда он найдёт, потому что он ещё слеподырыб совершенно. Со слухом тоже очень плохо. Я об этом уже говорил немножко в предыдущем своём выступлении. И единственный источник – это обоняние, которое гарантирует нахождение груди матери. Ну вот, собственно говоря, это один из первых органов чувств, который у нас с вами включается. Ну, надо сказать, что со временем он первое и страдает. Мы, так сказать, с вами не очень хороши в этом отношении. Мы, что называется, микросматики. То есть у нас обоняние никудышнее. Ну, в общем, почти как в курятнике. Там, где обоняние, как известно, у птиц развито плохо, а у мирнозельного органа вообще нет. Таким образом, совершенно ясно, что с момента рождения мозг развивается неравномерно. А именно, что происходит? Мозг, те функции, которые нужны, они формируются первыми. А те, которые не нужны, последними. И поэтому некоторые функции окончательно вызревают, в том числе в нашем мозге, для того, чтобы думать. Уже в очень зрелом возрасте. То есть уже ближе к 20-25 годам. То есть вообще всё это продолжается чуть не до 30 лет. То есть наш мозг очень медленно и туго растёт. Но быстрее всего, конечно, в детстве, когда за первый год, там он увеличивается в три раза. Значит, что же происходит при формировании мозга? В первую очередь, конечно, созревают древние центры. Ну, такие, как обоняние, двигательная активность. И то не вся. Многих полей ещё в дифференцировке и в помине нет. Поэтому не пытайтесь детёныша заставить делать то, к чему ещё его мозг не приспособлен. И в первую очередь решается проблема двойственности сознания. Очень просто. Я много раз о двойственности сознания говорил. В двух словах скажу, о чём речь. Речь идёт о том, что мы все всё время имеем два решения одной и той же проблемы. Но это как минимум. Это, конечно, если не задумываться. Но если задумываться, то, может быть, и больше. Но вот если я без особого задумывания, то два решения очень простых. Их одно построено на нашем видовом опыте и инстинктивно-гормональном алгоритмам поведения. И оно диктуется в мозге специальными структурами, которые носят в целом название лимбической системы. А вторая часть – это картикальная. То есть, кора наших полушарий, которая, собственно говоря, даёт возможность прямого нашего индивидуального опыта. То есть, те социальные инстинкты, наборы традиций, религиозных, социальных, каких угодно. То есть, тех самых, благодаря которым мы поддерживаем друг другу отношения, живём. Это ваш личный опыт, ваши личные, так сказать, традиции поведения или семейные, или ваши приобретённые, которые вы пытаетесь использовать. Вот у нас двойственность сознания. С одной стороны, мы как бы, нам надо что-то делать, а с другой стороны, ну, совсем не хочется, это ничего делать. Хочется как раз побыть обезьяной и пожить на видовом опыте. И вот эта система, на самом деле, формируется у ребёнка довольно неспешно. Но здесь есть две серьёзных очень засады. Дело в том, что, поскольку древнейшей является лимбическая система, та самая, которая делает из нас обезьян, и обезьян делает таких настоящих, то есть, мы имеем огромное количество, прошу прощения, мы имеем огромное количество всяких обезьянных традиций в поведении, которые, к сожалению, давляют над нами. И ничего сделать с этим нельзя. Почему? Потому что лимбическая система, она диктует нам те самые инстинкты, от которых мы стараемся тщательно убегать. Ну, то есть, с криками «хочу» ребёнок, на самом деле, проецирует на своих родителей созревание своей лимбической системы. «Хочу» – это и есть её основа, то есть, это биологическая база нашего поведения, доставшаяся нам ещё от архаичных приматов и млекопитающих, которым 60 с лишним миллионов лет. То есть, это очень древние центры, которые первыми созревают. Они небольшие, требуют малой энергии для их поддержания, и в то же время они обеспечивают выживание, ну, как мыши или как кролику, которые не очень там задумываются о высоких материях, но как-то они живут, размножаются, иногда даже сгрызают весь урожай. Вот примерно такая система работает у детей в скорости после рождения. Она созревает первой. Поэтому, если ваш ребёночек валяется на спине, сучит ножками и орёт дурниной, не забудьте, что вы перед собой видите достаточно низкоорганизованного примата. И достучаться до его сознания будет довольно сложно без широкого применения узкого витамина R, в смысле ремня. Поэтому об этом надо помнить. И иногда до мозга удаётся достучаться только через мягкое место. И поэтому, в общем, телесное наказание, конечно, не очень хорошо. Надо попытаться избежать этого. Но иногда ничего другое не помогает. Так что индивидуальное запечатление и когнитивный опыт, который возникает у детей, он на самом деле вначале носит лимбический характер. С одной стороны, это хорошо. Неокортекс освобождается на долгие годы от необходимости решать какие-то задачи. Это позволяет долго-долго нейронам образовывать связи, устанавливать дальние связи между отделами межкорковой большей связи, запечатлевать там новые какие-то формы поведения, которые нам не достаются в виде инстинктов. Это очень хорошее свойство. Как бы примитивная, древняя лимбическая система, маленькая, которая в основе мозга лежит, она детерминирует поведение с одной стороны, а с другой стороны освобождает неокортекс для дальнейшего созревания, что очень важно. Но в результате, к сожалению, происходят очень неприятные вещи. То есть, это положительная часть, как всегда, есть отрицательная. Именно в лимбической системе непроизвольно, я подчёркиваю, непроизвольно, запечатлеваются, то есть, уходят в долговременную память на всю жизнь, те формы поведения, которые ребёнок может и не осознавать. То есть, он видит вокруг себя некие события, явления, поведение родителей, традиции их решения, что они там решают под одеялом, или что они говорят о соседях, которыми они так любезны, после того, как они уйдут. Это тоже форма социального поведения, что в конце концов приводит к некоему запечатлению в этой, в лимбической, в древней системе алгоритмов поведения, которые могут потом сделать из этих детей полных мерзавцев. И они начнут поступать в отношении своих родителей так же, как и родители в отношении соседних. Потому что это алгоритм, который запечатлевается на базе лимбической системы самой древней, надёжной, инстинктивной, гормональной. Это значит, что если будет какой-то непорядок, они будут впадать в гормональный транс, бросаться с кулаками, там, визжать, пищать, кусаться. А впоследствии, когда созреет кора, они начнут придумать изощрённые способы изведения окружающих. Поэтому подумайте, прежде чем воспитывать на своём примере детей, какой пример вы для них готовите. Потому что они непроизвольно запоминают те социальные инстинкты, которые видят перед собой. При этом думаете, они что-то там выучивают, понимают? Нет, упаси вас Богу. В основном 90% это просто подражание. Вообще с научением здесь большие проблемы. Дело в том, что дети в основном так мозг устроен, что ему дешевле просто скопировать, чем попытаться разобраться и запомнить. И к тому же есть ещё одна страшная вещь, которая сидит внутри детского мозга, о которой мы не задумываемся. Но мы тоже получаем удовольствие от того, что, например, не заработали, а украли деньги. Поэтому их очень часто воруют. И даже вы знаете, кто. С другой стороны, мы знаем очень много примеров того, как безудержные обезьянии форму поведения заставляют нас бегать со спущенными штанами. И вы тоже об этом знаете. В чём дело-то? Избавиться от этого довольно сложно. И с возрастом только это происходит. Потому что в основе лежит выработка, как я многократно говорил, внутренних наркотиков. Причём нехороших всяких. Канабиоиды это... Наша зависимость от канабиоидов возникает так быстро не потому, что они такие приятные, а потому, что мы всю жизнь им пользуемся. Наш мозг вырабатывает эндогенные канабиоиды, опиоиды, эндорфины, окситоцины, прочие всякие. Остальную химию удовольствий. В ответ как раз на снижение энергетических расходов мозга. А у ребёнка ещё мозг растёт при этом. То есть энергетические расходы намного больше, чем у взрослого человека. В этом проблема. Ещё посмотрите на этих головастиков. Они сами маленькие, а голова здоровая. Пропорция тела при рождении вообще 1,5. Вы представляете? Да ещё растёт, непрерывно синтезирует огромное количество белков, жиров, углеводов, строит тела нервных клеток. Ну, естественно, что он делает всё, что может для того, чтобы не думать ни о чём. И живёт на лимбической системе, прекрасно на ней паразитирует. То есть вот это «хочу», «мама, дай, папа, дай», «иначе я вообще сейчас брошусь по трамваю», это всё известная история. Однако подражание есть подражание, поэтому ребёнка проще научить с помощью, чтобы он подражал, а не придумывать себе там высокие материи, которые надо ему объяснить, там ещё нечему объяснять. Лучше всего на лимбической системе, на уровне подражания. Вот это вот хорошо пойдёт. И тогда, если это будет краткое подражание, не надо будет насиловать собственный мозг ребёнку, то есть, то есть, и каннабиоиды, а самое главное, у ребёнка есть и другой ужасный наркотик, который вырабатывается клетками внутри мозга. У детей примерно до полового созревания очень интенсивно ещё вырабатываются и опиоиды. То есть, именно поэтому вы испытываете такое детское счастье, у вас детское воспоминание, как вы там в 10 лет лежали у бабушки на сене, как это пахло и как хорошо спалось. Хорошо спалось, потому что каннабиоидов было много. И опиоидов. Вот в чём дело. И, естественно, ощущения будут неповторимы, потому что опиоиды перестают синтезироваться после полового созревания. Так что вы видите, какой механизм очень тяжёлый и сложный формирование неокортекса. Как надо отключать организм, чтобы хватило энергии у этого маленького организма на формирование неокортекса. Так что подражание это спасение мозга от переизбытка затраты. Но надо сказать, что на самом деле очень долго у детей подражание превалирует. И даже попытки вот, например, выяснить, могут они отследить, например, случайность от детерминированности события. То есть, случайные события смогут отличить от детерминированного. То есть, последовательность они смогут эту отследить. До трёх-четырёх лет никаких шансов. Для них что случайные события, что жёстко детерминированные одно и то же. Не понимают они этой логической цепочки. Субстрата нет. Лимбическая система зрелая к этому моменту более-менее не предусматривает. А когда же начинается? Ровно тогда, как я и говорил на прошлом своём выступлении. Примерно с семи лет причинность возникает понимания событий. С чем это связано? С тем самым, с тем, что формируется с кора. С тем, что детей надо отправлять в школу в семь-восемь лет, а не в шесть. Это глупость. Это просто попытка пораньше набрать солдат, что ли, в армию. Я не понимаю. То есть, кто это придумал? Не надо обезьянничать с тех, кто в этом ничего не понимает. Я имею в виду западную педагогику. И детерминированность, раз ребёнок не может до семи-восьми лет, это многочисленный эксперимент не только у нас, но и в Западной Европе, и в США, и в Японии многократно проверено. Ну, если он не может причинность определить, чего вы там будете ему рассказывать? Про математику, про русский язык, про географию и всё остальное. Базового способа связать события ещё не на чем. Неокортекс отсутствует. Но это же связано с ранними воспоминаниями. Вспомните сами, что, например, вы вспоминали. Вспоминайте ваши самые ранние воспоминания. Кстати говоря, исследований этих тоже очень много. И девочки в основном вспоминают боль, тревогу, соперничество. Это такое. У девочек самые ранние воспоминания. А у мальчиков положительные научения обычно вспоминаются. И новые навыки, положительные контакты с другими интересными людьми. Девочки этого не вспоминают. Догадайтесь до трёх раз почему. Совершенно понятно. Потому что биологические задачи совершенно различны. А запоминания происходят вот таких явлений только под действием большого психологического стресса. То есть, когда вдруг неожиданно человек оказался в необычной ситуации, испугался и тогда запомнил. Много раз возвращаясь к этому, как бы это искусственно поддерживается. При этом, кстати говоря, стресса, он влияет на созревание детей. Это нужно тоже учитывать. Это серьёзная проблема, потому что, например, проводили такие обширные довольно исследования, в которых проверяли, а вот как созревание девочек, например, в неблагополучных семьях, в США или в Германии, оно идёт быстрее или медленнее. есть благополучные семьи и неблагополучные, с низкими уровнями доходов, с не очень хорошей социальной средой, в которой дети растут. Что есть, то есть. И вот сравнивая показали, чем больше стресса, тем быстрее, например, девочки созревают. Причём существенно речь идёт о разнице в полтора-два года созревания девочек в неблагополучных. Ну, понятно, биологический это понятная история, поскольку девочка в данном случае, она, значит, шансы репродуктивного успеха при раннем созревании несколько выше. И в условиях экстремальных, ну, для жизни имеется в виду, по еде, по жилью, по всему остальному это происходит побыстрее. Но здесь нужно ещё одно сказать об одной системе, которая тоже тормозит созревание неокортекса. отдаляет как бы у ребёнка появление осознанного поведения. Дело в том, что именно в детском возрасте идёт очень интенсивное такое развитие пенеального комплекса. Здесь надо сказать, что это достаточно древняя система. Вот кто разжился календарём от издательства в виде, там есть в календаре специально и у миноги показан этот теменной глаз. Ну, тот, который находится вот здесь, в том числе у ящериц. Но в этом моё отношение, как вы понимаете, наша прыткая зелёная ящерица, которые сейчас спят спокойно, они, в общем, главные в буддизме. У них тоже есть теменной глаз, которым они сразу и общаются с кем надо. Вот этот теменной глаз, это вырост промежуточного мозга и он позволяет в том числе рептилиям регулировать суточный ритм. У многих рыб он есть. Это, так сказать, здесь и карп тоже он приобщился, ничего не скажет. Ну, в общем, многие карпозубы обладают этой штукой и не только они. У нас это не глаз, у нас пениальный комплекс, это на самом деле эндокринная часть мозга, вырост крыши промежуточного мозга, выполняющие эндокринные функции, никакого отношения к третьему глазу не имеющие. Третий глаз это отдельное образование. Вообще в этом комплексе закладывается в том числе у нас с вами у детей несколько структур. Перечислили только некоторые эпифиз, парафиза, парапениальный орган и еще эпифизарный глаз. Остается один. Так вот, там еще есть кое-что, но это отдельный разговор. Теперь перейдем к тому, что он делает, почему влияет на развитие ребенка, в том числе на формирование неокортекса. В чем дело? Дело в том, что на самом деле это основная функция этого органа у взрослых людей, тех самых, к которым мы друг к другу относимся, пока мы еще находимся в трезвом уме ясной памяти, это суточные ритмы. То есть, он занят тем, что, получая информацию от глаз, поскольку у нас дырки в черепе нет, и мы не связаны с астральным хвостом, мы по сути делая через глаза, через супрахиазматическое ядро получаем в эпифиз сигналы от того, что глаза открыты и света много, свет должно быть действительно много, и тогда он начинает вырабатывать серотонин, то есть, гормон дня, и вы поэтому долго просыпаетесь, особенно в темное время суток, а тот на северах живёт, тот мучается ещё ужасно, из-за того, что этого самого серотонина не хватает, а для того, чтобы его выработать, нужен большой и очень яркий свет, надо выйти на улицу, вот пока вы там по улице не походите на работу или на учёбу, его маловато всё время, он потом смотрит оживает, и кофе не помогает, то есть, это гормон дня, но проблема заключается в тем, что он накапливается в течение дня, а вечером из него в результате двух ферментативных реакций, которые превращают этот самый серотонин в гормон сна, мелатонин, поэтому чем больше днём вы находитесь не на улице, а в помещении и пялитесь в компьютер, тем хуже будете спать, так что выбирайте два часа в день погулять на улице в хорошей компании и, так сказать, хорошо заснуть, вполне возможно в той же компании, или, так сказать, просидеть за компьютером и помочиться, решайте сами, то есть, это орган регуляции нашего суточного ритма, циркодианный ритм контролируется через него у человека, но есть ещё одно свойство, о котором редко и мало говорят, это свойство связано с тем, что эпифиз в процессе нашего развития имеется в виду после рождения, хотя он начинает работать, кстати говоря, ещё до рождения, и было много найдено случаев, когда безвременно умершие младенцы сразу же после рождения, что в их эпифизе находят, чтоб вы думали, мозговой песок, то есть, такие камушки, которые хрустят в мозгах стариков под ножом патологоанатома. Так вот, эпифиз, значит, начинает работать, регулируя суточные ритмы, причём на износ, раз в нём идёт конкрементогенез, ещё у трубиматери. Так что, штучка занимательная, но он вырабатывает вот этот самый мелатонин в больших количествах, который подавляет половую дифференцировку. То есть, это что значит? Пока мелатонина много, мы можем учиться, осмысленно что-то делать, не думая всё время о пиписках. А вот если, не дай бог, с ним что-то случается, а это бывает с маленькими детьми, то тут начинается катастрофа. Потому что, если возникает опухоль эпифиза, то это значит, что он вырабатывает меньше мелатонина, там мальчики со своим этим флагом начинают пытаться оплодотворить всё, что движется. Это серьёзная проблема. И серьёзное оперативное вмешательство. Ну, вот представим себе, что всё нормально, и он подавляет этот мелатонин половую дифференцировку. И благодаря этому подавлению у нас, собственно говоря, есть осмысленное поведение. Формируется оно. То есть, есть время для его формирования. Половая дифференцировка подавлена. Все основные решения принимаются архаичной лимбической системой, то есть, которая досталась нам от самых примитивных млекопитающих. И мы с вами постепенно заполняем наш неокортекс всякими глупостями, безобразиями и родительским поведением. Это и есть те самые социальные инстинкты или запечатления, которые у нас продолжаются всю жизнь. Ну, причём очень интересно проводили, а что мы запечатлеваем, а как долго? Есть ли половые различия, например, при запечатлениях? Оказалось, что да, действительно, серьёзные социальные запечатления начинаются в 4-5 лет. А дальше ещё интенсивнее, потому что кора созревает, субстрат есть. И при этом примерно с 5-6 лет начинают возникать и половые различия запечатлений. То есть, иначе говоря, инстинкти, социальные инстинкты сформируются у девочек свои, а у мальчиков свои. Поэтому вот этот ужас гендерного равновесия, который происходит на Западе, это на самом деле как раз прекрасная основа для того, чтобы возникать сексуальным отклонением. Потому что с 5 лет дети начинают формировать собственный комплекс корковых запечатлений индивидуально. И не только индивидуально, но с учетом полового деморфизма. И от этого будет зависеть, а что, собственно говоря, дальше и произойдет с этим человеком. Это очень важно. И поэтому то, как к 12-20 годам на самом деле, ну, у некоторых так и не возникает, конечно, это мы с вами догадываемся, возникает осмысленное поведение. То есть, 12 лет осмысленное поведение это все-таки редкость. Потому что оно формируется так ближе к половому созреванию, потому что как бы здесь начинают играть роль репродуктивные интересы. и с этими вещами связаны многочисленные особенности созревания мозга, о которых мы в следующий раз и поговорим. Почему? Потому что это отдельная тема. Как раз в этот момент вот этот самый эпифиз, который подавляет с помощью мелатонина половое созревание, то есть дифференцировку мозговых центров, которые детерминируют потом на долгие годы тинейджеров, делают из них таких странных бабуинов, слабоуправляемых, они еще тормозятся в развитии. А потом, когда половые центры уже достигают большого размера и гормоны берут свое, возникает вот этот самый баланс, который родители не понимают очень часто. Мелатонин снижается, а половые гормоны повышаются. То есть точка пересечения этих событий, когда дети становятся страшно неустойчивы. Говорят, переломный возраст, психологических этого слабоу, детьма. На самом деле все просто. Мелатонина сегодня хватило, он сидит, уроки учит. Он такой хороший, папу с мамой слушается. Завтра он выработался, его не хватило, и половые гормоны победили на завтрашний день. Он никого не слушает, всех посылает куда подальше, бегает по потолку и хочет размножаться. Он, правда, еще не понимает, чего именно он хочет, но скоро поймет. И понятно, что вот такие качели бесконечные между концентрацией мелатонина и половых гормонов, это очень упрощенная схема, естественно, они будут раздирать этого молодого человека и девушку довольно долгое время. Это называют тинейджером, переходным возрастом. На самом деле всего-то навсего дифференцировка половых центров головного мозга. В этот момент как раз дети резко меняют свое отношение к учебе, к знаниям. Иногда очень талантливые, я бы сказал, просто гениальные дети, я тоже с этим сталкивался, превращаются в совершеннейших полувозрелых насекомых, которым побольше пиццы отложить, знаете, как вот мухи навозные, больше ничего их не интересует. И все таланты, которые были до полового созревания, они испаряются. К сожалению, это очень часто происходит, и мы теряем очень талантливых, хороших людей, которые бы могли составить цвет любой нации, любой страны. Поэтому здесь механизм очень сложный полового созревания. И здесь вмешивается не только факт гормонов, а тем, что еще половые центры увеличиваются, и связи между ними. Это нужно тоже понимать. Сегодня там связь дальняя еще не сформировалась, а завтра сформировалась. И сразу же в половую дифференцировку включаются те структуры мозга, которые еще не были подключены к ней. И на уровне вот этого подключения новых структур, это как будто бы вы, понимаете, у вас небольшой компьютер, который занимается там репродуктивными проблемами. И к нему постепенно подключаются все более, более, более мощные компьютеры, которые содержат в себе уже информацию. И зрительную, и слуховую, и обонятельную, и так далее, и так далее. двигательную. И человек начинает расширять вот эту функцию, а функция самодавляющая, гормоны вырабатываются, проходят по крови, приходят в головной мозг. То есть, иначе говоря, мозг сам запускает гормональную цепочку, и сам под нее подкладывается. То есть, остановить это архи сложно, да и не нужно. Нужно так пытаться корректировать очень аккуратно, для того, чтобы не потерять навсегда связь со своими собственными детьми. И по этой причине, уважаемые слушатели, к детям в этот момент надо относиться осторожно. Ну, вчера он был хорошим, а сегодня плохой. Это значит, его мозг созревает вопреки всем законам социальным, которые вы будете ему навязывать. Это от них не зависит. Можно корректировать, объяснять, сдвигать там как угодно, но все равно это архи сложная родительская задача. Вот дальше мы поговорим в следующий раз, а сейчас у нас много всяких вещей менее тяжелых для восприятия и более веселых. Но начну с самого веселого, потому что это просто у меня нету сил, как говорит мой попугай, это не рассказать. Значит, 11 февраля в журнале National Geographic, это известный журнал, такой для мальчиков и их родителей в том числе, опубликована замечательная работа с четырьмя персонажами. Гамлет, Омлет, Эбони и Айвори. Значит, они научились джойстиками двигать, смотреть на экран и, соответственно, гонять там метку. То есть, игровой компьютер у нас, понимаете, PlayStation почти. Единственная тонкость, вот этот Гамлет, Омлет, Эбони и Айвори это свинки. Это свиньи, которые играли вот в этот вот джойстиком, научились и получали большое удовольствие, успех. То есть, о чём это говорит? Тут же сразу возникают всякие нехорошие ассоциации о том, что по сути дела свинки поднялись до уровня детей. Многие дети, их родители хотят сразу, чтобы они стали компьютерными гениями, они их джойстику там и давай. То есть, это раз. Во-вторых, свиней едят. Намекаю, что светские учёные, конкретно доктор медицинских наук Андрей Прадеус призывал переходить к каннибализму из-за проблем с питанием. Ну, в Швеции, наверное, есть нечего. Я только так могу понять. К ним же присоединяются британские экологи. Это Брэнда, Роберт, Вэйл. Пожалуйста. Они тоже предлагают баловаться. Тем более, вы видите, всё понятно. Свиньи в рамках гуманизма играют в компьютер. То есть, их надо защищать грин-писюкам. А люди опустились до уровня свиньи своими джойстиками. Ну, наверное, можно вот по предложению Андрея Прадеуса есть. Так что, господа, далеко идущие планы возникают после таких смелых экспериментов. Но у нас тоже ничего, мы не отстаём, потому что после того, как вы знаете, известная девушка пожаловалась на свою зарплату в науке, были предприняты срочные меры для того, чтобы исправить ситуацию, и учёные стали получать большую зарплату. Для этого наши выдающиеся чиновники предложили половину учёных уволить. На всякий случай поясняю, что в нашей огромной стране учёных меньше, чем в маленьком Израиле. Но их надо сократить в два раза, и тогда зарплата всем хватит. Вот превращается в проблема, озвученная на самых первых каналах. У чиновников приобретает вот такую неожиданную форму. Ну, и что и будет, я думаю, сделано. То есть, поскольку наука уже последний издаёт издыхание слабо дрыгает ножками, я думаю, что скоро всё успокоится, всем станет легче, она перестанет дышать совсем. Кроме этого, есть всякие другие очень интересные вещи, которые представляют гигантский интерес. Дело в том, что у меня задают вопросы, приходят, ну, например, механизм управления кровоснабжением, кто и как руководит капиллярами и как они расширяются. Да очень просто. Дело в том, что, естественно, капилляров в мозге намного больше. Я об этом говорил, но повторюсь, поскольку такой вопрос пришёл. То есть, в чём дело? У нас стандартная ситуация, если у нас есть участок мозга, ну, например, вот в мою ладошку, и на этом участке мозга сюда приходит пять капилляров, которые кровоснабжают нейроны, которые лежат в этом месте. То у нас работает в том смысле, что имеет просвет достаточный для прохождения эритроцитов только один из пяти. Но это в нормальном состоянии, когда вы счастливы. То есть, вы спите с бутербродом во рту. Это и есть счастье. То есть, с точки зрения мозга. То есть, он не работает по минимуму. Вот это вот такая система. Один из пяти. Но если не дай бог вы начинаете о чём-то задумываться, то что происходит? Вот эти капилляры, которые, кроме одного работающего, они не пропускают эритроциты, но через них проходит плазма крови. Тут же начинается, увеличивается кровоток локально, вот в этом месте, которое вам потребовалось, чтобы подумать о чём-то. Эти капилляры становятся проницаемые для эритроцитов. И тогда питание резко возрастает, и нейронам хватает энергии для того, чтобы выполнять свои функции, то есть, думать. По этой причине, если вы долго не думаете, или как чиновники делаете вид, что думаете, делая вот такие лица, умные, на них главное в профиль не смотреть, потому что сейчас затылок отсутствует над одно лицо. Так вот, если вы не делаете имитацию, реально думаете, то у вас капилляры регулярно становятся проницаемыми для эритроцитов, и все нейроны так или иначе кровоснабжаются. А если вы никогда не думаете, а только имитируете и закусываете, то в этом случае эти капилляры, через которые проходит только плазма крови, эритроциты не проникают, становятся тоненькими, окклюзируют, сжимаются, и на этом всё заканчивается. А после этого начинают умирать нейроны, они умирают с голодухи от того, что вам они не нужны. Именно поэтому там в книжке «Изменчивость и гениальность» я привожу знаменитые отпечатки сосудов из работ Гинца, который занимался сосудистыми системами людей разных специальностей и разных интеллектуальных способностей. Он там показывает, что у извозчика капилляров чуть не в 20 раз меньше, чем у профессора математики. Вот и всё. А возраст у них одинаковый был. Поэтому я всё время и говорю о том, что мозг, чтобы сохранять нейроны, надо им пользоваться. Тогда кровоток, который проходит через эти капилляры, он регулярно будет возобновляться и так или иначе эти капилляры не запустеют и не сожмутся, не окклюзируют. Спрашивают про Ухтомский. Ухтомский гений, он потому что задолго всех этих западных прости господи педагогов начал вводить функциональные основания развития мозга ребёнка в педагогику. Его книжку почитайте, получите удовольствие. Потому что там он говорит о чём, о том, о чём сейчас на Западе только начинают догадываться. то есть он разбирал как созревает мозг, морфо-функциональное созревание мозга ребёнка и потом объяснял как надо учить. То есть то, о чём я собственно говоря говорю, он говорил но только на другом уровне полторасто лет назад без малого. Поэтому конечно он талантлив и одарён. Очень много почему-то вопросов ко мне приходят на странные темы. Для меня совершенно непонятные. Какое я имею к ним отношение. ну например про инопланетян которых в 2017 году нашли какие-то скелетики в первом. Они молди маленькие там 90 сантиметров они молди в какой-то особой пещере это инопланетяне они трёхполые и ножки ручки трёхполые сидят задумчиво сжавшись. Значит и молди это рядом с пустыней Наска и вот это точно точно и вот и учёные доказали ничего учёные не доказали там англичане которые взяли ДНК показали что это человеческая ДНК ну старая ну а что там я бывал в тех местах и в пустыне Наска и в антропологическом музее перу поковырялся и во многих других местах в том числе и находок антропологических там господа если посмотреть с моей стороны на эти скелеты ну это чистый фальшак ну чистый фальшак там масса деталей так сказать искусственно сделанных плюс черепа черепов таких там полно это было любимое в первом развлечении прикладывать к черепу дощечку и привязывать её чтобы череп был такой длинненький ну и что а скелеты все фальсифицированы есть замечания специалистов в том числе уж как ну пожалуйста могу даже назвать на кафедре антропологии Московского государственного университета есть такой господин Дробышевский он в мозгах там ничего не понимает но это не значит что он преподает всю жизнь скелеты там с скелетом всё хорошо на кафедре там с мозгами плохо в прямом переносном смысле а вот с скелетами хорошо и он разбирается в этом и если он говорит что там фальсифицированы суставные поверхности самой я не видел значит фальсифицирован он это знает хорошо очень ему можно абсолютно в этом отношении доверять к сожалению детального анализа я например не проводил но судя по тому в какой позе они сидят какие черепа использованы а я видел антропологическую коллекцию в Лиме перуанскую это как раз сборная солянка там очень много всяких расхитителей роются в этой пустыне в которой хранятся эти усопшие выкапывают оттуда всё что угодно и дальше из этого слепили то есть это весёлая история к сожалению это чистый фальсификат совершенно ясно достаточно безграмотно сделан как обычно в Южной Америке и тут на ум приходит ещё одна история довольно старая о том как по-моему в Бразилии хотели убрать выгнать с треском какого-то из руководителей то ли музея то ли института ну вот но тут всё шло к тому что ему пора на пенсию и неожиданно нашли камни такую гальку на которой было выграверно что бы вы думали динозавры ну понятно что это облетело весь мир и что люди жили во времена динозавров и запечатлели это на камнях но тут же наши с пониженной интеллектуальной ответственностью лубители палеонтологии тут же бросились доказывать что люди жили во времена динозавров таких клоунов у нас полного но самое главное не в этом самое главное что когда обратились к палеонтологам настоящим которые в том числе занимаются динозаврами оказалась удивительная вещь на этих камнях были изображены динозавры которые никогда в жизни в Южной Америке не жили то есть этот клоун директор института можете себе представить у нас таких тоже много значит взял книжку детскую и дал местным резчикам срисовать этих самых динозавров но там книжка-то детская со всего мира причем там даже ракусы те же самые оказались а многие динозавры в Южной Америке никогда не водились и они тем не менее всех нарисовали гальку разбросали и потом с удовольствием нашли так что Южная Америка она полна таких чудес веселых и относиться к этому надо с большим скепсисом а уж эти скелеты замазанные почему-то гипсом со всех сторон чтобы скрыть суставные поверхности с этими оторванными фрагментами запястными и прочие пястными не выдерживают никакой критики поэтому ребята инопланетяне которые как выяснилось генетически от нас не отличаются это уже перебор значит советую вам снять лапшу с ушей сварить ее будет большая кастрюля теперь я попробую ответить на некоторые вопросы вы говорили это Виталий Никитин спрашивает вы говорили о том что каллиграфия полезна взрослым а что писать переписывать учебник по высшей математике пишите пожалуйста применение примерное занятие поликаллиграфии для взрослых простого слесаря но простых слесарей не бывает если вы кое-что умеете делать руками там голову свернешь я сам слесарничаю когда мне нужно но это серьезная работа зачем вам каллиграфия если вы слесарь например то займитесь сложной слесарной работой научитесь часы механические чинить тоже полезное дело но допустим вы решили каллиграфией заняться тогда что надо делать надо сначала взять вот если вы находитесь в городе герой москве то можно сходить в музей каллиграфии записаться на курсы и там вас кое-чему обучат поищите курс каллиграфии сначала надо освоить азы потому что это сложное дело буквочки писать там с першками завернешься это сложное дело я просто использую каллиграфию для подписи некоторых там своих рисунков и прочее это очень технически сложное дело сначала выучите азы а потом вам найдут занятия не волнуйтесь спрос на каллиграфически исполненные работы очень высок в том числе и даже в финансовом отношении это может быть интересно каллиграфистов не так много в Москве всего несколько человек да и вообще есть созданный Шабуровым музей каллиграфии при нем есть общество всемирная организация так что мы здесь впереди планеты всей и там много вам расскажут лучше чем я встречали здравствуйте беломор веселенький здравствуйте встречались ли вам удачные пародии и шутки про вас а да 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 встречалось что вы я обожаю вообще когда меня ругают это просто страсти ну почему потому что сами понимаете что когда тебя ругают интерес особо резко возрастает и можно переходить на более дорогие сорта коньяка а насчет шуток и пародии могу сказать самое приятное и достаточно точное попадание было выступление была такая ОСП студия они выступали по телевидению в том числе по центральному каналу мы как-то в 80-м что ой в 2000-м или 2000 каком-то там первом году они очень хорошо меня спародировали так все гипертрофировали и сделали из меня такого персонажа какой-то передачи я сам смеялся мне очень понравилось хотя выглядел это с точки зрения культа личности неважно ну вот так здесь еще есть извините сейчас я посмотрю вопрос скажите а были ли исследования мозга у людей потерявших одну из функций чувства например человек ослеп или оглох как это отражается на мозге и появляется ли супер слух слух и зрение супер это из детских таких комиксов знаете про чудака в труселях и с крышкой от кастрюли ну который называется это какой-то там супер Америка он почему-то крышкой от кастрюли воюет загадочное для меня существо в накладных плечах мощным торсом веселенький такой персонаж похож на созревшего бычка на заклане так вот вот супер это вот оттуда супермены и прочее ничего супер не бывает за всю историю несколько случаев известно у одного человека было очень развито зрение то есть он смотрел как увеличилку причем десятикратно ну как вы понимаете вот уже стали использовать он написал самую маленькую библию ну очень полезные для человечества занятия но таких случаев единицы да бывают действительно очень зоркие люди например вот сигнальщики раньше на флот когда эти электрических сотовых телефонов не было и всякие радиостанции отсутствовали сигнальщики полезные вещи электричество отключат они были очень востроглазые их подбирали там одного из тысячи но зато они видели с такого расстояния сигнальные вот эти системы когда с помощью прожектора сигнали что все остальные там просто не имели да это бывает но это очень редко высокая острота зрения это зависит от того с какой плотностью в первую очередь расположены палочки и колбочки в сетчатке там различия есть я в своих книжках про развитие мозга человека привожу там есть и половые различия в плотности расположения палочек и колбочек и есть индивидуальные большие различия это вот иногда некоторым так везет а вот насчет того как человека слеп и что произошло это тоже сталкивался например Оскар Фох тот самый который был приглашен для создания института мозга в Москве он привез часть образцов серии серии срезов мозга человека из Германии и среди них был такой образец в котором мозг слепого то есть человек который был слеп так вот там интересно было смотреть потому что у нас на затылочном полюсе располагаются три поля 17-е 18-е и 19-е 17-е это первично зрительное куда от глаза через латеральное коленчатое тело приходят волокна и которые собственно говоря формирует первое изображение в мозге которое не в ядре а уже в коре и там у него просто практически нейроны отсутствовали нейроны погибают с этим кстати говоря связаны последствия очень многих травм иногда человек получает там по затылку каким-то образом и там кровоизлияние микро в коре и тогда соответствующий участок сетчатки то есть поле зрения он тоже выпадает да травмы к этому вызывают поэтому на мозге это отражается сказывается на отмирании нейронов и в затылочной области и в латеральном коленчатом теле куда приходят волокна то есть иначе говоря человек утрачивает эту функцию навсегда поскольку нейроны восстановить больше невозможно так смотрим дальше вопрос крик души Сергей мне идиотизмом тем более это идиотизм особенно для тех кто занимается такими процессами как эволюция гоминид например как я или для специалистов области экономики таких как здесь часто присутствующий Хазин очень тяжело наблюдать потому что все события дальнейшего идиотизма предсказуемы и на нашем опыте можно убедиться что это каждый раз происходит это абсолютно не помогает ты можешь до посинения предсказывать все равно поступит по-своему почему потому что мы создаем в своей голове идеальный образ а не реальный так мы устроены вот мы пытаемся создать идеальную конструкцию ну это и связано с тем что у нас мозг не может хранить все подробности реальности он всегда аппроксимирует то есть он создает некую идеальную конструкцию на которую нанизываются мерзость реального бытия вот в чем проблема поэтому вы все время ждете то что все будет по уму а вокруг все происходит по обезьяниям то есть обезьян обезьяны и решение обезьяни да вы посмотрите что принимается вот только что говорил наших два мытарь и министр сказали что ах ученым денег не хватает давай добавим для этого половину из них уволим чертовой бабушки а оставшиеся зато будет большая зарплата что с наукой то будет от нее и так говорю рожки да ножки меньше чем ученых меньше чем в Израиле почему потому что решение другое разумное оно предполагает реальную работу реальные деньги которые не были выделены и два года назад когда их обещали и сейчас их не будет то есть а это значит что люди не думают на кортекс и не предполагают последствия а думают лимбической системой сиюминутной сколько я просижу в этом кресле больше ничего не волнует в общем по большому счету поэтому надо быть исполнительным аккуратным а что происходит думать это не их задача поэтому вы возмущаетесь идиотизм другого-то ничего нет и кто побеждает в любой там схватке за теплое кресло или человек разумный да я вас умоляю самый хищный самый хитрый самый подлый занимает самую высокую точку в этой пирамиде но он соответственно будет поступать в соответствии со своей лимбической системой там нет ничего не надо с него ничего тревать там ничего другого не будет именно поэтому я все время и говорю что единственный выход для нашего несчастного человечества это серебральный сортинг когда люди по способностям будут занимать свои места если этого не будет мы будем и дальше только удивляться масштабам разрастающего обезьяневого идиотизма больше ничего какие из сахарозаменителей на ваш взгляд не опасны эритрит стевия и так далее там траляляляляля сахарин натрия или данных нет и мне придется купить крысы морить их самому вы знаете это очень сложно самому морить дело в том что если вы хотите получить например реальные ответы да действительно надо бы взять крыс надо бы их покормить там по году они живут не так долго три с половиной где-то года в среднем вот и покормить вот едой с этими заменителями потом сделать их умертвить сделать тотальный скрининг то есть 200 типов тканей проанализировать это огромная работа даже если по десятку крыс пустить на каждое думаете это сложно сделать нет денег на это дадут никогда потому что продавцы вот этой всей ерундистики они зарабатывали будут зарабатывать а что происходит с вами никого не интересует в том числе и Роспотребнадзор поэтому ответить напрямую не могу но могу сказать что не надо есть сахарозаменители не сахар не надо не сахарозаменители хотите так сказать лучше сохранить свое здоровье используйте мед и даже его надо поменьше все только мед поезжайте и покупайте там где его производят а не на рынках где вам будут продавать патку бог знает с какими добавками с варенными растениями так что на этот вопрос ответить однозначно не могу действительно сложное дело добрый день как бороться с невнимательностью как запоминать что те говорят на слух качественно решать все вопросы и как все успевать вы знаете спецсура всего мира очень просто воспитывает своих агентов к мягкому месту 36 вольт и кнопку в руку отлично если он там не угадывает хотя бы одного из двух тысяч номеров автомобиль который ему показывают в диком темпе он получает 36 вольт к мягкому месту отлично все воспитывается и по две тысячи лиц можно за день запомнить и по две тысячи номеров можно запомнить так чтоб на рефлексах второй раз человек увидел чтоб у тебя уже флажочек красный зажегся очень просто неумение под наказание и будет чудесно если вы будете решать проблемы от которых зависит ваша жизнь сегодня и завтра у вас все прояснится в голове как разбудить сверхспособности у вас их нет успокойтесь сверхспособности это сказки для детей из комиксов уже говорил в одной из передач рассказывают что дети не всегда наследуют ту же конструкцию мозга родителей вопрос такой есть ли закономерность в образовании этих структ мозга ребенка или же они образуются в случайном порядке заранее да образуются в случайном порядке от родителей в редчайших случаях наследуются более-менее целостные блоки а в основном достаточно случайное перемешивание и ничего не помогает ну вот возьмите там Бахов целая семья музыкантов а гений то один в чем дело то что у кого-то чего-то не хватает потому что для того чтобы просто анализировать музыку нужно там иметь несколько десятков структур в стволе и в коре головного мозга если хоть одна будет маленькая ничего не поможет то есть все поэтому что Бахов то было много музыки они учили с детства это и есть то самое научение которое так ценно ну вот а гений то один поэтому ничего не сделаешь ничего не попишешь то есть да действительно перемешиваются и вероятность того что ваши дети будут похожи на вас близка к нулю быстрее всего вы с ними сцепитесь челюстями через некоторое время даже в идеальном случае так что имейте ввиду скорее бабушки и дедушки как-то могут помочь они ближе к вашему к конструкции вашей значит нервная кровеносная лимфатическая система сильно напоминают мицелии мозг супергрипп вы знаете нет сенситиальная теория которая говорила о том что это вообще одна клетка она ушла кстати говоря ее сторонник Камилла Гольджи он спорил с Рамона Кахалом который отстаивал клеточное строение нервной системы что все клетки разделены между собой тогда электронного микроскопа не было в начале 20 века и они думали что вот Камилла Гольджи который изобрел метод Гольджи которым Рамона Кахал доказал клеточное строение что это отдельных клеток состоит но он считал что мозг это сенсити что это все клетки объединены между собой это действительно супергрипп тогда получается но к сожалению это не так ну вот есть еще по-моему у нас один вопрос сейчас мы посмотрим на него к сожалению здесь что-то плохо двигается вот есть да в сегодняшних видео вас просили о химических процессах протекающих утренированных вы ответили что нужно читать книжки может посоветовать автор который описывает процесс простым языком нет процесс этот простым языком описать практически невозможно дело в том что проблема-то науки состоит в чем это я вам пытаюсь как-то донести очень простые вещи и пытаюсь на пальцах это объяснить поэтому я ругаюсь все время против популяризаторов они не зная предмета начинают вас учить и рассказывать вам популяризировать науку отсюда катастрофа мне принесли вот такой толщины книжку про неандертальское ДНК митохондриальное ну два года назад было показано о том что в одной клетке может быть десять как минимум геномов митохондриальные которые различаются больше чем у разных видов и вот такой толщины фонтан словоблудие почему потому что и переводчик и редактор вообще не понимают ничего в этом деле они просто делали книжку которая будет загаживать мозги людей на протяжении десяти лет к сожалению именно поэтому нужно учить слова это как английский язык как китайский язык хотите разобраться вам надо будет начинать изучать неорганическую органическую химию и пытаться проникнуть в суть вопрос просто с учебников не надо стесняться жизнь достаточно длинная если не тратить на ерунду и тогда вы получите от этой жизни удовольствие тогда вы освоив базовые знания в области в химии и там цитологии перейдете к профессиональным книгам другого способа получить реальных знаний нету на пальцем вас никто не расскажет а если вы теоретика хотите так сдернуть верхушечку и потом начать теоретизировать то вы не тем занялись идите в философию вот тут уж наука о мысли о мысли не обсуждается на этом до свидания до следующего раза до следующего раза